ДРАМ ТЕАТР Годовой бюджет театра составляет 40 миллионов рублей. Если изъять требуемые суммы Дунаевым, то театра просто не будет. Мы, конечно, не знали, придет ли к нам Александр Дунаев в студию. Вот он, собственной персоной. Здравствуйте, Александр. И, конечно, у нас такой вопрос, зачем же вам это все надо было раздувать вот эту историю? Вообще, я ничего не хотел раздувать, я хотел продолжать работать в театре. Но ситуация складывалась таким образом, что последние годы, начиная с 2010 года, началось активное выдворение творческой части из театра, людей, которые строили театр, которые занимались театром. И в целях сохранения, не мной был подписан договор, подписан с Евгением Мищенко, значит, договор законный, будем говорить, потому что признал его суд, верховный уже суд. А для чего это нужно? Это было сделано для того, чтобы только не развалить, не себя защитить в данном случае, а просто не развалить даже работу театра. Как же не развалить работу театра, когда вот такие суммы огромные? А я вам объясню, что вот это немножко... Кстати, актеры жалуются, что им костюмы не на что купить, потому что они все дына его отдают. Ну, я вам скажу, да, конечно. Давайте вот, если кто не знает, будем говорить, бухгалтерию театра, в смысле, как она строится, то это вот в той ситуации, которая сейчас происходит, мне выплачивают определенные суммы в месяц, да, могу сказать даже какая, 350 тысяч рублей. Хорошая сумма. Да, я не возражаю, но эта сумма, это один день аренды театра драмы. Это один день. Еще существует 29 дней дальше. День. Это один день аренды. Театр сдал в аренду, он практически получает 350 тысяч рублей. Ну, может быть, сейчас другие уже суммы какие-то? Нет, 350, я вам говорю, примерно сумма такая, 330-350. Ну, то есть один артист, который-то ездит, это вот он работает на вас? Ну, допустим, на меня, допустим, в данном случае, да, вот. Поэтому, когда так начинают преувеличивать вот эту историю, я думаю, что надо говорить не о том, что так все плохо и не можем купить костюмы, это не от Дунаева, и там декорации сделать. Мне кажется, это есть проблемы в самом, так сказать, организации труда театра. И самое главное, как вот я соглашусь с Леонидом, значит, Дзюником, о том, что он говорил о том, что духа театра нет. Сегодня в театре исчез дух. Саша, ну вот, знаете, когда говорим о сумме 10 миллионов, и вот, значит, красиво говорим о духе театра, вот, ну, как-то все равно... Вы знаете, что, вот я не хочу... Получается так, что я должен все время что-то оправдываться и сказать. Но когда вас увольняют в течение, допустим, последних двух лет, неоднократно, увольняют, восстанавливают, увольняют, восстанавливают, увольняют, восстанавливают. В последний раз пошло опять увольнение. И я уже не выдержал, сказал, я их предупредил, сказал, давайте, не надо меня увольнять, давайте договоримся. Я им говорил, я говорил Елене Владимировне, давайте договоримся. Не надо. Я убегал от этих уведомлений, которые мне пытались. Она знала, что у вас там написано? Конечно, знала, конечно, знала. Но была некая самоуверенность в том, что я проиграю. И вот эта вот самоуверенность, она привела к этому. И их поступки, они меня, в принципе, подцеркали. То есть вы так наказали их? Я не хотел этого делать, честно вам говорю. Но меня просто вынудил. Потом после того, как я... Вынудили получить 10 миллионов? Ну, нет, а я ведь... Ведь они думали, что я не получу. Здесь принцип-то еще такой был, знаете. Вот. А когда подаешь, и тебе говорят, вы недостойны. Мне прямо написали, что вы, Александр Антонович, ничего хорошего для театра и для города не сделали. И поэтому вы недостойны для области. И поэтому вы недостойны получать вообще какие-то суммы. Но согласитесь, ведь вы же сами составляли этот договор. Мы составляли вместе этот договор. И прописали себе вот эти... Могли бы ведь просто написать 500 тысяч там. Ну, не только я подписал себе. Там было несколько человек. Вопрос-то даже не в этом. Я еще раз вам хочу сказать, что... Вот, допустим, эти деньги, которые сейчас даже приходят, мы сейчас с ребятами делаем спектакль. С ребятами-артистами театра-драма. То есть у вас есть сторонники в театре-драмы? Не, не в самом театре-драмы, а мы отдельно делаем. Я понимаю, но те же самые актеры театра-драмы... Да, они не мешают работе театра. В нерабочее время, в свободное время... А знают об этом в театре, да? Да, я знаю, что знают в театре. И знает Елена Владимировна, тоже знает это. И мы никогда не скрывали. И, в принципе, надеюсь, что где-то в марте месяце у нас будет премьера. Да, Саша, то есть вы считаете, что с моральной точки зрения все нормально? Я не считаю так. Но с моральной точки зрения пытаться все время свалить на Дунаева и сказать, что театр от того страдает, что нельзя купить костюмы и не выплачивать людям зарплату, там как бы... То есть виноват в этом Дунаев. Я в этом совершенно не согласен. Да, я, конечно, не на вашей стороне. Я полюбил. Да. Но ведь, вы знаете, есть некоторые актеры. У меня вообще вопрос, почему такая статья возможна в государственном учреждении, в договоре. Вообще, я еще раз скажу вам, это все возможно. Если было по закону положено, то возможно. В смысле разрешено. То, что не разрешено, то не запрещено. А по закону что дышло? Ну, нет. Вот понимаете, вот здесь в данном случае, я думаю, что люди, которые советовали тоже Елене Владимировне, они, так сказать, насоветовали совершенно не то. Они сказали, наверное, примерно то, что давай, увольняй его, и ничего, проблем никаких не будет, выигрыш ты суд. В результате, да, здесь вот на Октябрьском суде она выиграла театр. А на областном суде, на областном суде, здесь областной суд признал мою правоту и правоту этого закона. Документ. И потом уже подтвердилось Верховным судом. Вопрос-то, понимаете, какая штука? Я говорю, не надо, сейчас надо говорить о том, что с театром происходит. И не надо говорить, что Дунаев испортил работу театра. Я не хочу хвастаться, но период моего директорства, театр, я в театр, это с 2000 по 2007 принес 70 миллионов рублей спонсорской помощи. Ну, скажите, несколько актеров просто отказались от этих золотых парашютов. Нет, актеров там не было. Не надо говорить про артистов. Ну, у них тоже там есть договоры, которые... У артистов этого не было. Был и так, у главного режиссера был. Он отказался. Ну, это его право. Понимаете, это его право. Наверное, посчитал, что это стыдно, это неудобно. Это его право. Вот как вы ко мне бы не относились, как бы вы это не считались, мое право есть. Я отношусь к вашему поступку отрицательного. Вот, я и говорю. Я считаю, что я сделал правильно. Вот я считаю, что я сделал правильно. Потому что... То есть вы не будете сейчас отказываться, вам должны выплатить все... Я считаю, что должны выплатить до конца, как положено. То есть, когда меня вбеляют в беззаконии, там еще какой я плохой человек, там какие-то уголовные дела на меня там завели, еще что-то. Обливали на всю страну практически. Да? Ну, ради Бога. Ради Бога. Ну, это никакая не месть и ничего. Я просто говорю, ребят... Похоже на месть. Нет, это вам так кажется. Потому что получается, что я вам говорю, не надо этого делать. Давайте договоримся. Вы говорите, нет. Таких вещей не может быть. И самое-то главное, я еще раз хочу подчеркнуть. Самое главное, проблема-то не в Дунаеве. То есть, зарабатывать деньги. Если мы, как говорите, 40 миллионов в 10-м году зарабатывали, и сейчас зарабатываем 40 миллионов, но аренду подняли, в два раза, эту, как сказать, билеты подняли, в два раза. Да не Дунаево. Зарплата, это же осталось 40 миллионов и осталось. То есть, поставлена точка уже в этой истории? Ну, что касается вас, вашего взаимоотношения с этим? В принципе, точка, она поставлена. И будет так. Я думаю, что нужно... Но там же будут опротестовывать еще раз. Нет, решение уже все. Оно уже опротестовывали Верховный суд, и, значит, председателю Верховного суда опротестовывали. Все решение принято, оплата не единоразовая, вот в рассрочку, как предложил сам театр. Это предложение театра такой оплаты. Пожалуйста. Ну, есть, наверное, люди, кто вам руки не подает в театре. Я не знаю, со многими меня общаюсь очень хорошо. У меня хорошие отношения со многими. Кто считает так, ради бога. Я считаю, что я взял театр в очень плохом состоянии в 2000 году, когда и здания не было, и театра, в принципе, не было. Я думаю, что вы знаете эту всю ситуацию. И оставил его в очень неплохом варианте. Поэтому я не считаю, что я что-то сделал очень плохое театру и так далее. Поэтому надо договариваться. Если власти не хотели говорить, вот понимаете, какая штука? Не хотим, мы считаем, что мы самые правы. Вы оказались хитрее. Я не хитрее оказался. Я сказал им, не надо этого делать. Ну и пошел, я пошел проверить. Давайте проверим. Спасибо. Спасибо в любом случае, что вы пришли. Спасибо вам. Спасибо большое.